Брайс, как я могу тебе помочь? Привет. Я человек с ограниченными возможностями. Я также христианин. Я думаю, мой вопрос в том, почему Бог, или в твоём случае Аллах, дал некоторым людям инвалидность? Почему у нас есть инвалидности? Почему мы... Почему я, например, родился с умственной инвалидностью? Хорошо, конечно. Итак, первое, что бы я сказал, есть много факторов, которые мы делаем, как люди, которые влияют на инвалидность, которые появляются у детей, когда они рождаются. Например, у нас есть женщины, и есть много людей, которые курят во время беременности. И это может повлиять на ребёнка, на развитие ребёнка. И есть люди, которые могут иметь вредные привычки во время беременности. Или у некоторых людей есть наследственные генетические отклонения, которые также вызывают проблемы в определённом роду, которые также в конечном итоге вызывают инвалидность у потомства. Так что приписывать эти проблемы только Создателю, я бы сказал, это несправедливо. Потому что есть много, много вещей, которые делают люди, которые также влияют на проблемы, которые возникают у их потомтов. Итак, это первое, что я собираюсь сказать. И второе, что я хочу сказать, это то, что это жизнь-испытание, и Аллах знает, какое испытание подходит каждому, и испытание для людей отличается. Мое испытание отличается от твоего испытания, и оно отличается от испытания кого-то другого. И Аллах знает тебя, Он знает твою природу, которую Он создал, ты Его слуга, и Он знает, какие испытания можешь выдержать ты, и Он знает, какие испытания могу выдержать я, и Он даст тебе то, что подходит тебе. И причина в том, что эта жизнь — это не вечная жизнь. В этой жизни мы существуем здесь только в течение определенного периода времени. Поэтому какая бы жизнь у нас не была, или какие бы обстоятельства у нас не были — это испытание, которое дано нам. И затем, как только мы пройдем эту жизнь, настанет настоящая жизнь. Аллах говорит в Коране, что «Ахира» — это дар уль-хайван, «Ахира» — это вечная настоящая жизнь. Эта жизнь похожа на то, как будто ты путешественник. И ты проезжал мимо города, и ты остановился на короткий период времени в городе, но ты продолжишь свой путь. И если ты проведешь два дня в этом городе, ты не будешь покупать дом, строить и делать все эти вещи, потому что ты знаешь, что ты здесь не задержишься. Ты знаешь, что ты здесь на очень короткий период времени, и ты уедешь куда-то еще. Так что это испытание, которое Аллах дает конкретно тебе. А другим людям Аллах дает другое испытание. Вопрос в том, преуспеем ли мы в этом испытании или нет. И есть люди, которые находятся в гораздо худших ситуациях, чем ты, и, конечно, я, как то, что происходит сегодня. И мы наблюдаем перед глазами это. Да пребудет Аллах с ними и с нашими братьями и сестрами в Газе. Ты видел недавно распространенные кадры людей, горящих заживо? Ты можешь видеть, как отец пытается спасти дочь из огня, и они оба сгорают в огне. Ты видишь это и думаешь, что это не настоящая жизнь. Как будто ты живешь в фильме или что-то в этом роде. Но такова мирская жизнь. Есть добро и зло. И есть по-настоящему злые люди в этом мире, и есть хорошие люди. И это то, чем мы будем испытаны. Пройдем ли мы это испытание, и поймем ли мы, что это испытание. Это просто период времени, и мы уйдем отсюда. Если я буду поступать правильно, то я преуспею. Я думаю, что это менталитет, который должен быть у каждого. Я понял тебя. Но я думаю, что мой вопрос в том, что, как я знаю, в Библии или где-то еще говорится, что люди с ограниченными возможностями в прошлой жизни грешили или что-то такое. Я не согласен с этим. Я не знаю, говорится ли об этом в Коране, но я знаю, что в Библии или где-то еще говорится это. Поэтому я просто хотел убедиться, что это не было чем-то, что я сделал в прошлой жизни или что-то еще. Нет-нет, у нас нет этого. Вот в чем дело. В исламе, в отличие от христианства, которое дает тебе идею первородного греха, и что ты страдаешь за грех Адама, мы в это не верим. Как мусульмане мы верим, что ты приходишь в эту жизнь с чистым листом. У нас нет такого, что ты страдаешь за то, что было сделано до этого. За грехи кого-то или что ты несешь ответственность за грехи кого-то. Такого нет. В этой жизни ты несешь ответственность только за то, что ты делаешь прямо сейчас. Нет никакой предыдущей жизни. А следующая жизнь – это вечная жизнь, которая наступает после воскрешения. Это настоящая жизнь. Нет никакой предыдущей жизни. Нет такого, что ты несешь ответственность за грехи кого-то или страдаешь за что-то. И это даже не имеет смысла. Меня там не было, и я этого даже не помню. Я не сделал ничего плохого. Почему эти люди говорят мне, что я страдаю за то, что я никогда не делал? Да. Да. Так что это не имеет никакого смысла, потому что это неправда. Верно. И Творец милосердный, и он возлагает на тебя ответственность только за то, что ты делаешь, а не за то, что делают другие люди. Да. Аллах Аззаву Джаля говорит в Коране, Аллах Аззару 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 Ахра. Душа не понесет бремени другой душе. Я понимаю. Ты несешь бремя и ответственность только за то, что ты выбираешь делать. Да, спасибо. И это… И тогда у меня есть вопрос. Верят ли мусульмане, что у животных есть душа? Да. Да. У животных есть душа, да. И поэтому это то, с чем я борюсь. Извини, я не хотел прерывать. Нет, нет, прошу. Спасибо. Я боролся с этим некоторое время. Потому что кто-то, это был вроде бы баптист или кто-то в этом роде, сказал мне это, что у животных нет души. И это действительно задело меня. Так что я боролся с этим некоторое время, потому что у меня умер питомец, но это было давно. И поэтому, когда мне сказали это, мне было больно. Но я просто… Но я был просто… Я просто хотел убедиться. Спасибо. Нет, нет, у животных есть душа. На сто процентов. И вот почему даже пророк Мухаммад, алейхиссалляту ассалям, сказал нам, что мы не можем, и мы не должны мучить ничего, у чего есть душа. Или играть с ними в игры, или убивать их ради развлечения. Этого нельзя делать. Так что в исламе эта идея о том, что эти вещи, которые делают люди с животными, просто запрещены. И я упоминал перед этим историю, что пророк рассказал нам историю о женщине, которая заперла кошку и не кормила ее, и она попала в адский огонь за это. И также женщине, которая жила дурной жизнью, она дала собаке воду из колодца, и Аллах простил ее грехи. Так что ислам очень акцентируется на хорошем обращении с животными, это очень важно. И вот в чем дело. В раю мы будем жить вечной жизнью, и мы будем делать все, что захотим. В раю Аллах говорит, ла хума яша у нафиха, для них будет все, что они захотят. Так что если кто-то хотел иметь домашнее животное, для Аллаха сделать это буквально ничто. Он может сделать, что бы ты ни хотел. И он дает своим слугам все, что они пожелают в раю. Я понял тебя. Главное, чтобы они делали то, что им нужно было делать в этой жизни. Так что есть люди, которые теряют своих любимых в этой жизни. Настоящие люди. Но Аллах воссоединит нас с ними в раю в качестве награды за наше терпение. Я понял. Так вот, продолжай. Я понимаю. Другой последний вопрос, который у меня есть, это то, что у вас в исламе есть что-то вроде крещения, что-то вроде обновления жизни? Потому что я знаю, что в христианстве у нас есть крещение, где мы заходим в воду, где нас бросают в воду и говорят, верите ли вы в Господа. И задают вопросы, а затем мы отвечаем, а затем нас бросают в воду. И происходит обновление жизни. Да, так что... Да, я понимаю, что ты говоришь. В исламе есть что-то, что называется шахада. Шахада — это свидетельство веры. И то, что она обновляет, это то, что любые грехи, которые ты когда-либо совершил в своей жизни... Если ты произнесёшь шахаду, ты говоришь, это свидетельство веры, становишься мусульманином и практикуешь. Тогда Аллах прощает все твои предыдущие грехи. Так что у тебя появляется новый чистый лист, который свободен от грехов. Если ты начнёшь, если ты примешь ислам и начнёшь практиковать ислам в своей жизни... И также рекомендуется, чтобы ты принял полный душ. Ты ощущаешься внутренне, произнеся свидетельство веры, и также внешне омыв себя водой. И это свидетельство веры заключается в том, чтобы засвидетельствовать, что нет никого до сынового поклонения, кроме Аллаха. Аллах — единственный Бог. И что пророк Мухаммад — его посланник, его слуга и его пророк. И он был послан к тебе, ко мне и всему человечеству. Так что это то, что у нас есть в исламе. Я понял тебя. Да, мы используем термин жхадда. И мы используем термин принятия веры. Ясно? Спасибо за твое время. Я ценю это. Никаких проблем. Без проблем. Благослови тебя Бог. Тебя тоже. Было приятно поговорить с тобой. Призываю тебя прочитать Коран. Если у тебя будут ещё вопросы, ты можешь прийти. Хорошо. И также мы приветствуем тебя в исламе, как и всех остальных, если это то, что тебе нравится. Хорошо, Брайс. Спасибо за твое время. Пока. Хорошего дня. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Сегодня большая доля бизнеса переходит в онлайн. И всё больше людей переквалифицируется на заработок в интернете. Поэтому наши братья составили прекрасный курс, где они пошагово объясняют и отвечают на вопросы, как начать зарабатывать в интернете. По сути, они возьмут вас за руку и научат, как делать первые шаги в этой сфере. Как торговать на Вайлберис, Озон и других площадках. Они научат вас, как зарабатывать 50-100 тысяч рублей в месяц. Они будут отвечать на ваши возникшие вопросы. И также вы сможете общаться с другими братьями, которые уже прошли определённые шаги. И, конечно, этот курс не бесплатный, потому что любой труд должен быть оплачен. Но он стоит очень дёшево по сравнению с другими. Всего 1500 рублей в месяц. По сути, вы познакомитесь с людьми, нашими братьями по вере, у которых вы будете учиться, обмениваться опытом и прогрессировать по воле Аллаха. Этот курс подходит как для братьев, так и для сестёр. Есть отдельная ссылка для сестёр и отдельная ссылка для братьев. Сёстры, переходите по ссылке для женщин, а братья, переходите по ссылке для мужчин. И помните, братья и сёстры, вы должны прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Это закон, который Аллах установил в этом мире. Пусть Аллах облегчит ваши начинания. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.